Предприниматели избавляют от пивной зависимости. Пенный напиток, согласно закону, признан алкоголем, а значит продавать его в ларьках теперь запрещено. Всю неделю в городах республики проходили рейды. Разочаровывающая покупателей вывеска «Пиво нет» на деле разочаровывала сотрудников полиции. Ведь заглянув за дверь, оказывалось, что на прилавках пиво всё же стоит. Что грозит тем, кого закон не отрезвляет, и как малый бизнес теперь собирается заполнять пустые прилавки, выясняли мои коллеги. «Пива нет», — гласит надпись на двери. Но стоит переступить порог торгового павильона, и у покупателя глаза разбегаются от богатства выбора. Для полноты информации — ценники. А ведь торговать хамельным в этой палатке не имеют права, говорят стражи порядка. Два дня назад сказали, что пиво убрать. Почему не убрали? Он сказал, что приедем, уберем. Продавщица клянется, хоть пиво и есть на прилавках, и в холодильниках ни одной банки пенного напитка она не продала. Два дня назад был выявлен факт незаконной продажи пива. Хозяину данного киоска было предписание снять с реализации пива, вывезти его из помещения. Предписание не выполнено. По закону торговать алкоголем, к которому сейчас приравнено и пиво, можно только в стационарных помещениях. Этот ларек на шоссейной к ним не относится, говорят полицейские. Много претензий у проверяющих и к торговой точке на второй юго-западной. Если о том, что этот торговый павильон является стационарным строением, еще можно поспорить, то его чрезмерная близость к учебному заведению никаких сомнений не вызывает. А это явное нарушение закона. По новым правилам расстояние должно быть не меньше 75 метров. Причем, хотя на входе все та же разочаровывающая любителей пива надпись, при контрольной закупке приобрести горячительное удалось легко и быстро. Продавец своей вины не отрицала, посетовала лишь, что после запрета выручка у магазина упала вдвое. За нарушение правил торговли ей может грозить штраф в минимум полторы тысячи. Наказание ждет и хозяин на торговой точке. С учетом того, что это уже второе нарушение за несколько дней данной торговой сети, будем принимать меры в отношении хозяина. Предусмотрена санкция в размере до 40 тысяч рублей. Судом нагладывается такая санкция с конфискацией или без конфискации товара. Впрочем, по словам продавцов, покупатели тоже с трудом меняют свои привычки. И то и дело провоцируют торговцев на нарушение закона. Многим все-таки удается устоять. В 10-10 не продаем с 1 января. А что они говорят обычно? Ну, лазом, продайте, распрячь у них сутки. С начала года меньше стало киосков и в подземных переходах, отмечают специалисты. Ведь этот бизнес в основном держится на алкоголе и табаке. Те предприниматели, что не хотят нарушать закон, заменили на прилавках горячительные, к примеру, на молоко и соки. И теперь подсчитывают убытки. Продажи, в общем-то, тот же самый товар остался, только пиво убрали, так мы долго не протянем. Чтобы так протянуть, надо эти соки оптом продавать. Но в том, что витаминные напитки полностью вытеснят в сознании людей алкогольные, бизнес-леди сомневается. Завсегдаты и ларьков просто станут клиентами торговых центров и супермаркетов, говорит она. У хозяина торгового павильона Эюпа Гасанова пиво тоже исчезло с прилавков. От этого мы долго жить не будем. Сейчас сегодня соберу всех людей и придется разговор вести о сокращении. Потому что выхода нету. Платить мы не сможем. Содержать людей не сможем. Однако у всех предпринимателей был целый год, чтобы подготовиться к новым реалиям. И выигрыши сейчас те, кто даром это время не теряли, искали новые пути развития бизнеса. Они просто до последнего пытались подзаработать на пенном напитке. А после вступления закона в силу продолжили продажу из-под полы. Или заменили хмельное на всевозможные спиртосодержащие сомнительного качества. Ежедневно полицейские республики выявляют сотни подобных нарушений. Особенно в ночное время, когда продажа алкоголя категорически запрещена. Инна Данилова, Павел Прищепов. Вести. Татарстан.